Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, включили до тускового пояса. Изопринято, уезжаем. Днём примерно в 12 часов очередной ДТП с участием пассажирского транспорта произошло на улице Аймаутова, недалеко от пересечения с улицы Алтансарина. Здесь столкнулись автомашины, Мазда Универсал и пассажирский автобус 89 маршрута. Как рассказали водители, обе автомашины двигались во встречных направлениях и столкновение произошло по вине легкового автомобиля, который по неосторожности многолюди вынесло на встречную полосу движения. К счастью, в аварии никто не пострадал. Наибольший материальный ущерб понесла Мазда. Впрочем, полицейских дожидаться водители не стали и, договорившись между собой, покинули место происшествия. Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента ПЧС провели пожарно-тактические учения во вспомогательной школе-интернате. По условиям учений, пожар разгорелся в спальном помещении на первом этаже интерната. В учениях были задействованы 7 пожарных автомашин, 3 единицы специальной техники и более 90 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Также к учениям были привлечены спасатели, врачи Центра медицины катастроф, специалисты энергосети и газовики. Эти службы отрабатывали взаимодействие в случаях ЧАЭС. Во время тушения условного пожара сотрудники Департамента отработали приемы эвакуации людей из помещения в короткие сроки, а кинологи – поиск детей в условиях ограниченной видимости при помощи собак. Учения получили высокую оценку руководства Департамента ПЧС, которое отметило слаженность работы между всеми задействованными службами. В ходе учений была проверена и противопожарная безопасность школы-интерната, которая очень важна в случае реального пожара. Сотрудники Сайрамского РУВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одной из съемных квартир поселка Аксукен по подозрению в хранении и распространении наркотиков задержали 52-летнего жителя Жамбульской области, ранее уже судимого за такое же преступление. В ходе обыска в квартире, в гостиной, полицейские обнаружили и изъяли три полиэтиленовых пакета с содержимым темно-зеленого цвета, растительного происхождения и специфическим запахом, похожим на марихуану. Согласно судебно-криминалистической экспертизы, изъятое наркотическое вещество является марихуаной. Общим весом 3 килограмма 621 грамм. Как рассказал задержанный, наркотики он приобрел с целью продажи, а реализовать намеревался в Шемкенте. Марихуану мне привезли вчера из Джамбула. Это был малознакомый мне парень, казах по национальности, по имени Марат. Я хотел, а нашу потом продать в Шемкенте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Хранение, продажа и распространение наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемый арестован, ведется следствие. В 3 часа дня к спасательному оперативному отряду департамента ПЧС с поиской помощи обратилась жительница 18 микрорайона. Она просила сотрудников ПЧС вскрыть железную дверь квартиры. Женщина рассказала, что уже второй день ее престарелая родственница, проживающая одна, не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки. Прибывшие на место вызова спасатели при помощи специальных инструментов вскрыли дверь и вошли в квартиру. В комнатах женщины не было, но все указывало на то, что квартиру она не покидала. Обнаружили хозяйку, лежащую на полу в ванной комнате. Спасатели, а позже и врачи констатировали смерть хозяйки квартиры. На ее лице были гематомы и ссадины. По одной из версий, женщине стало плохо, она упала, ударившись об мебель, и в себя уже не пришла. Более точная причина смерти будет известна после заключения судебно-медицинской экспертизы. Субтитры создавал DimaTorzok